Полетела она как раз, тётки сел на левый глаз! Реквизит и костюмы актёры получили только накануне, а потому ещё немного путаются. Все действия нужно отработать, чтобы успевать по музыке. На сцене Академического театра драмы поставили сказку о царе Салтане. Причём рассказывать её липецким детям будет сам Александр Сергеевич. Который написал сказку и рассказывает сказку. И пишет, не то что написал, а пишет прямо здесь и сейчас, придумывает. Может какие-то сюрпризы быть. Сюрпризы – это яркие танцы и костюмы. Их готовили два месяца. Да и купцы, которые приплывали к Салтану, будут всё время разные. За время сказки в гостях у царя побывают и ковбои, и китайцы. Там бесконечные повторы. Купцы ездят то к Салтану, то к Гведону. По два раза бывают и там, и сям. Вот. Если бы это были одни и те же купцы, как в Малом театре, они бы детям надоели, честно говоря. Поэтому я делаю их разнообразные. Артрица Екатерина Бельская тоже старается, чтобы сказка была интереснее. Всё время ищет, какую отличительную черту придумать её бабарихе. В начале своей карьеры артистка в этой сказке играла царевну-лебедь, но всегда мечтала об отрицательном персонаже. Характерный образ всегда интереснее играть. Я вообще в сказках люблю играть. Люблю работать именно в отрицательных персонажах. А в сказке так можно похулиганить всегда. Можно много напридумывать. Потом, когда ищешь хороший грим, костюм помогает. Хулиганить на потеху маленьким зрителям в Театре Толстого планируют уже 6 июля. В этом сезоне премьеру покажут лишь один раз. Тем, кто пропустит новую постановку, придётся ждать до осени. Наталья Медведева, Олег Голобоков, ТВК Новости.